Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». Министр Владимир Рушайло во вторник занимался внутренними делами государства в Израиле. Ну, понятно, почему террористы и там, террористы здесь. Кстати, накануне визита российским спецслужбам удалось освободить из плена 13-летнего мальчика, гражданина Израиля, Ади Шарона, которого, кстати, Рушайло с собой и привез в Израиль. Вообще-то история особая, поскольку похитили мальчика в Москве, искали его в Чечне, а нашли в Пензенской области. Эта история совершенно очевидна, свидетельствует о размахе сети робототорговли в России. Здесь и сейчас с нами на связи из Тель-Авива министр внутренних дел Владимир Рушайло. Владимир Борисович, добрый вечер. Вы знаете, я, когда вот эта история с Ади Шароном стала известна, то, что его нашли в дачном поселке под Пензой, я, честно говоря, вспомнил, как недавно президент Путин говорил, «У нас Чечня везде». Но когда он это сказал, я вот не представлял себе, что он говорил, ну, в общем-то, буквально. Что известно об этих бандитах? Добрый вечер. Ну, задержана группа, в состав которой входило несколько жителей Чеченской республики, несколько жителей Ингушетии, несколько жителей Москвы и несколько жителей города Пензы. В течение длительного времени эта преступная группа занималась совершением различных преступлений, одно из которых – это похищение Ади Шарона и его отца. А они были как-то связаны с Чечнёй, поскольку, как я понимаю, люди, которые выходили в качестве посредника, в том числе и на ваши структуры, они ввели с вами торг из Чечни, да? Не совсем так. Те люди, которые совершили похищение отца и мальчика после этого похищения, они отца отпустили. Здесь очень сложное было начало, поскольку само похищение состоялось в августе 99-го года, а в правоохранительные структуры отец обратился в октябре. Первоначально он пытался самостоятельно решить вопросы, что ему не удалось. И отцу было поставлено требование, посредником между ним и теми людьми, кто похитил мальчика, должен был быть чеченец. Вот таково было требование на первоначальном этапе. 16 мая в нашей программе был бывший шеф Моссада Даниил Етом, который в Москве вел важные переговоры. Мы его спросили про этого израильского мальчика. Послушайте, что он сказал. Мальчик по имени Ади Шарон до сих пор еще не освобожден. И до сих пор его держат где-то, может быть, здесь даже на российской территории. Я думаю, что власти делают все, что возможно, пытаясь добиться его освобождения. И я хотел бы выразить большую благодарность вашим властям за освобождение некоторых других заложников, которых держали террорические организации здесь в плену. Владимир Владимирович, израильские спецслужбы на тот момент знали? И вы уже знали, где он находится? Нет, на тот момент мы не располагали такой информации. В середине мая я встречался с господином Етомом в Москве. И один из вопросов, которых мы обсуждали, это освобождение Ади Шарона. А вообще израильские спецслужбы как-то помогали вам его искать? Я могу сказать, что мы обсуждали этот вопрос по своим каналам, поскольку в Москве имеется представитель полиции Израиля, а у нас имеется такой же представитель в Тель-Авиве при посольстве. Через эти каналы мы обменивали систематические информации о состоянии дела и о ходе расследования. Но на момент, когда господин Етом находился в Москве, мы точного местонахождения не знали, хотя проводилась целенаправленная работа по данному поводу. Наш интерес к этой истории связан не только с тем, что Ади Шарон иностранный гражданин, просто сама история настолько зловеще показывает эту сеть заговора. Москва, Пенза, Чечня. Вообще, насколько, на ваш взгляд, вот эта сеть по России разбросана? Сколько городов вовлечено в это? Сколько, не знаю, субъектов федерации? Ну, вы знаете, я еще раз хотел бы предостеречь от опасности все наши беды, невзгоды и совершение тяжких преступлений связывать с чеченским следом. Еще раз подчеркиваю, мы ведь боремся не с чеченским народом, мы боремся с преступниками, с террористами. К сожалению, те лица, которые по разным причинам иногда для совершения правонарушения преступлений выехали из Чечни, занимаются совершением тяжких преступлений. В данном случае мы как раз и установили, что вот эта организованная преступная группа участников, которые я схематично перечислил, занимается совершением тяжких преступлений. Выходцы из Чечни имеются во многих регионах Российской Федерации. И, проводя работу как на уровне ГУВД, ОВД, так и на уровне региональных управлений по борьбе с организованной преступностью, мы большое значение уделяем выявлению и борьбе с этническими преступными группировками. И, безусловно, чеченские преступные группировки занимают в этой борьбе не последнее место. Мы сейчас закончили фильм, документальный «Рынок рабов» называется. Три года занимались изучением проблемы заложников. По нашим данным, сейчас еще в плену находятся 3396 человек. А ваши данные сколько? Ну, вы знаете, мы такой большой цифрой не располагаем. По нашим данным, где-то от 800 до 850 человек. Из числа похищенных, о которых мы знаем, в том числе там есть и несколько иностранных граждан. Но мы эту работу организовали сейчас достаточно эффективно, на наш взгляд. Многие заложники уже освобождены были как в середине прошлого года, так и в начале этого. И эта работа ведется постоянно. Вот одно из наших последних посещений Чечни, Итум-Калинский район, сотрудниками Временного отдела внутренних дел, было освобождено сразу 15 человек, которые использовались чеченскими боевиками для производства строительных работ. В этом смысле пензенская история исключения, в смысле цифры. То есть вы считаете, что эти 800-850 находятся в основном в Чечне, да? Вы знаете, я бы категорично так не утверждал, поскольку вот история с Адишароном показывает, что они могут находиться и в других субъектах Российской Федерации. Но подавляющее большинство, конечно, это люди, которые были похищены либо на прилегающей территории, либо, вот как в данной ситуации, в Москве и вывезены в другие регионы. Много еще, конечно, содержится на юге Чечни. Ваш визит в Израиль, это не первый контакт между спецслужбами. Я напомню, в январе к нам в Россию приезжал министр внутренних дел Щеранский. В мае был бывший шеф Моссада. Вот фрагменты его выступления в нашей программе мы показали. Сейчас вы. Возникает ощущение, что между спецслужбами Израиля и России есть некие специальные отношения. Извините за тавтологию. Мы считаем и высоко ценим элемент доверия между нашими правоохранительными структурами. Собственно, нас жизнь заставляет. Скажем так, та полоса террора, которую пережил Израиль и которую продолжает переживать по настоящее время, и та волна террористических актов, которая затронула Россию, конечно, она сближает понимание этой острой проблемы. А что для вас, как для профессионала, самое главное в опыте израильских спецслужб в борьбе с терроризмом, что мы могли бы использовать? Или что вы используете уже? Ну, вы знаете, это прежде всего своевременный обмен информацией. Не тогда, когда получаешь информацию, а она уже морально устарела, и нет никакой возможности ее реализовать. Это основное. Использование, конечно, совместного банка данных, проведение совместных операций, контроль за объектами, которые представляют совместный оперативный интерес. Ну и, конечно, современное техническое обеспечение при проведении мероприятий. И все это вы получаете от израильтян? Ну, во всяком случае, мы сейчас обсуждаем целый ряд проектов. Кроме того, я хотел бы отметить, что вместе со мной в Израиль прибыло 10 наших сотрудников Министерства внутренних дел, которые получили ранение во время проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике, и которые в течение двух недель в Израиле будут проходить реабилитационный курс лечения. Сейчас они находятся в одном из медицинских учреждений возле Мертвого моря, и, как мне сказали, лечение идет довольно успешно. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я благодарен вам и вашим коллегам за то, что еще один заложник, Адиш Арон, теперь уже дома. И спасибо Израилю, что эти 10 наших спецназовцев благодаря израильскому правительству пройдут медицинскую адаптацию там, то, что вы сказали, у Мертвого моря здесь и сейчас. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok